Добрый день, дорогие участники марафона по финансам! Продолжаем сегодня наши занятия и хочу сделать краткий обзор того, что мы делали на предыдущих занятиях. Плюс, сегодня дам я вам очень сильную практику. Многие знают, но большинство не практикуют. Практика перехода на другой уровень видения жизни, другой уровень вибраций, другой уровень энергии, без постоянного применения в жизни этой практики, практически невозможно нам расти и развиваться. Поэтому сегодня мы будем ее рассматривать. И хочу сконцентрировать ваше внимание на том, что такое деньги и каким образом максимально легко они к нам приходят. Вот с этого давайте начнем. Пожалуйста, сделайте один такой небольшой экскурс. Вот просто доверьтесь мне и пойдите за мной. В свое прошлое. Может быть и настоящее, но скорее всего в прошлое. И вспомните момент в жизни, когда вы были на пике влюбленности в кого-то. Особенно, если эта влюбленность была взаимной. Что тогда с вами происходило? Вспомните, что происходило с финансами? Что происходило с вашим ощущением? Кто вы в этом мире? Насколько вы чувствовали себя уверенно? Что происходило с вашей самооценкой? Насколько улучшалось ваше здоровье? Я знаю точно, что если вот это чувство взаимное сильное, то люди просто переходят, знаете, моментально на другой уровень вибрации. То есть они переходят в поляр на другое состояние, чем до влюбленности. И в этот момент, когда каждая клеточка наша вибрирует счастьем, мы видим другие возможности. Мы видим людей в другом ракурсе, более, как говорят, розовые очки у нас и так далее. То есть мы видим мир счастливым и радостным. И вот перед нами открывается масса возможностей. Я сейчас не буду вдаваться в то, почему мы уходим из этого состояния, но хочу вам объяснить, что на этом марафоне мы должны двигаться вот именно к этому состоянию. Потому что именно это состояние позволит вам поднять вот те все энергетические запасы, все ваши ресурсы, да, позволит вам раскрыться вашему телу, вашему разуму, вашему сознанию, пропускать через себя энергию и начинать видеть новые возможности. Какие бы вы ни были умные, как бы вы ни были напичканы кучей знаний, если для этих знаний нет применения через энергию, да, через раскрытие нашей энергии, эти знания остаются бесполезными, они просто интоксицируют наш организм, да, у нас заваниваются эти знания внутри нас. Поэтому всегда важно начинать переход к чему-то другому через активацию своей энергии. И каждое упражнение на этом курсе будет нацелено на активацию вашей энергии. Поэтому просто доверьтесь, если мы сначала не говорим первой сессии с вами о деньгах, то только потому, что сегодня вам нужно прокачать свою энергию для усваивания новых привычек, новых моделей поведения. Итак, я сказала, что на первом занятии важно научиться делать простые вещи. И первое, что мы делаем, мы двигаемся в унисон со всем потоком. Вам важно присоединиться к нашему движению общему, чтобы вы, когда пойдут какие-то западания, могли быть поддерживаемыми другими людьми и сами поддерживать. Поэтому, какой бы вы ни были интроверт, пожалуйста, перейдите в чат Телеграма, там, где у нас группа, где вы собираетесь в пятерки, где вы коммуницируете, пишите выводы. Без этого, без этого знания будут, ну, неэффективны, понимаете? Вот, а вы же пришли сюда, чтобы получить результаты, и я очень сильно хочу этого, чтобы вы получили результаты. Поэтому чат Телеграма, не получится, звоните, пишите, сделайте так, чтобы вы там были. Первое. Второе. Нам нужно, если вы сегодня находитесь не в самом лучшем финансовом положении, перефокусировать ваше внимание и думать, начинать о деньгах с радостью. Задача. Любое соприкосновение с финансами должно вызывать у вас радость. Если сегодня не самая лучшая финансовая ситуация, скорее всего, она противоположная. Любое соприкосновение с деньгами несет вам какой-то стресс, какую-то тяжесть и отсутствие радости. Мы будем постепенно приходить к этому состоянию радости, и вот это упражнение «резиночка» является главным в том, чтобы вы отслеживали свои мысли, в том, чтобы вы не давали негативным мыслям роиться в вашей голове, а переключали на позитивные. Поэтому хотелось бы видеть в чате ваши фотографии с ручкой, с вашими руками и с резиночкой. Пробуйте сделать селфи и в нашем телеграмме выкладывать. Это будет очень интересно и будете смеяться сами, но тем не менее, как бы это ни было просто и смешно, это работает. Это называется «воспитатель миллионеров». Далее, я просила вас написать способы выхода из кризиса, виды дохода, все варианты, которые приходят в вашу голову, даже бредовые. 50, 40, 30, сколько вымочите, столько напишите. Просто напишите. Там «выйду на площадь, буду танцевать», «пойду попрошу милости», «не устроюсь в магазин туда-то». Ваш мозг нужно раскачать. Нужно раскачать вот эту креативность, видение разных вариантов и успокоить себя в том, что вы выживете в любом случае. Еще вы смиряете таким образом свое эго. Когда вы попускаетесь с того, какие мы все великие и мы можем зарабатывать только так, и понимаете, что вы выживете в любом случае, тогда мозг направляется на позитив. Следующее, проработка страхов. Пишите, пожалуйста, как вы прорабатываете страхи. Это важно. Пока ваш ум фиксируется на страхах, нет возможности для видения вариантов, как вы можете прикладывать свои усилия и наращивать свой финансовый поток. Жду ваших отчетов в Телеграме. Даже если вы сильно-сильно скромные, вас там никто не знает. Да, пишите, говорите, проявляйтесь, можете там надиктовать, но лучше всего писать, потому что люди мало кто будут слушать, чтобы вы надиктовали. Поддерживайте других. Это позволит вам с вашей энергией, так знаете, взбудоражить. Почему нам нужно взбудораживать энергию? Когда мы вот это все, которое у нас зажато, начинаем взбудораживать, у нас начинается поток этой энергии и задача важна его направить в правильное русло, этот поток энергии. Мы будем это делать по ходу наших сессий. Следующее. Каким образом мы можем еще поднимать наши вибрации и включать нашу энергию? Через поднятие самооценки. И хочу напомнить вам тезисы второго нашего занятия. Мы собираем наши ресурсы. Чаще всего, если у нас негативная финансовая ситуация, это только потому, что мы себя обесценили. Деньги – это результат ощущения нашей самоценности. И мы себя обесценили. У многих эмоциональное выгорание. В кризис особенно это происходит сильно часто. Поэтому задача – вспомнить все то, что вы делали. Я уже в чате вижу, что многие из вас пишут, ну что я особенного сделала? И перечисляете то большое количество достижений, с моей точки зрения. Работала там, 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 там. Вы молодцы большие. И это достижения. Дети, семьи – это достижения. Это все результат вашей жизни. Поэтому не обесценивайте, а наоборот пишите список ресурсов ваших. Какие у вас ресурсы, какие качества, какие знания, профессионализм. Дальше. Что о вас думают другие люди? Ваши достижения. Вот все, что вы можете, собираете в такую шкатулочку. Вот возьмите, заведите такую тетрадочку. Видите, вот у меня такая тетрадочка. И здесь я записываю самые важные вещи. Вот у вас такая должна быть тетрадочка вашей личности в разрезе финансов. Заведите и ведите на этом марафоне. Что потом вы могли, мы обязательно будем потом делать ключевые выводы. И я вам буду говорить, как сделать так, чтобы эти выводы у вас всегда работали, даже когда закончится марафон. Но для этого это должно быть здесь зафиксировано. Здесь и в чате Телеграм. Поняли, да? Это две сессии. И сегодня я хочу, такая, это внеплановая у нас сессия, такая побудительная, да, вдохновительная сессия. Хочу закончить ее той практикой, которая является обязательной при переходе с минуса плюс. Я ее уже затрагивала в первой сессии, но хочу сконцентрировать свое внимание. Каждое утро нужно просыпаться и ничего не делая, не беря в руки телефон, не вставая с постели. 5-10 минут нужно выделить такой, знаете, горизонтальной медитацией благодарности. Почему это важно? Смотрите, многие из нас привыкли как думать. Привыкли думать в контексте. Мне не хватает вот этого, да, хочу больше, допустим, квартиру. Мне не хватает, чаще всего не думают, что мне хочется большую квартиру. А мне не хватает, мне здесь тесновато. Слишком много людей здесь живет, слишком там мне неуютно, да. Мне не хватает финансов. Я хочу то-то, то-то, но мне не хватает финансов. Мне не хватает там любви, мне не хватает внимания, мне не хватает здоровья, мне не хватает еще чего-то. Мы мыслим через категории нехватки. Когда мы мыслим, в голове образуется такая мыслеформа, мне не хватает, мне не хватает, мне не хватает. Помните притчу? Ангел стоит за спиной и записывает, ей не хватает, ему не хватает, ей не хватает, ему не хватает. Странные желания, но хорошо, хозяин, барин, будем исполнять. Будем исполнять и это все становится вашей реальностью. Поэтому, как нам прекратить этот замкнутый круг? Почему важна практика благодарности? Когда вам не хватает, ваша энергия сжимается, ваши вибрации понижаются, вы выходите, знаете, в низкие вибрации и все сужается в вашей жизни. Деньги, возможности, любовь и так далее. Если вы хотите перейти в полярное состояние, вам нужно включать вот здесь вот сердце, четвертую чакру, сознание, открываться и говорить, мне достаточно, мне достаточно. Мало того, что вам достаточно, я благодарю за это достаточно. Понимаете, вот как в той сессии, когда я сказала, благодарите, пишите, что у вас есть долги и это ваш ресурс, ваш жизненный опыт. Благодарите, благодарите, утром проснулись, рука, нога пошевелилась, даже если что-то болит. Какое счастье, как я благодарю за то, что они шевелятся, я могу что-то сделать, чтобы они перестали болеть. Я утрирую, помните, да? Дальше. Мне тесно, дети по мне ползают, муж там мозг выносит, что-то мне нравится, им вот какое счастье. Многие в этот день хотели бы, чтобы муж был вредный, чтобы дети были, а у них не получается. Благодарю за те проблемы даже, которые несут мне мои близкие. Дальше. Благодарю за что? Благодарю, вот у меня сейчас там последние 10 долларов осталось до зарплаты или до непонимания, куда двигаться дальше. Благодарю за 10 долларов. Из искры возгорится пламя. Это семя, которое могу посадить, на которое придут другие деньги. Энтони Робинс как-то рассказывал, что у него было, по-моему, последние 10-15 долларов, и он увидел в кафе, он был в отчаянии, он увидел в кафе мальчика, который очень ухаживал, был заботливый о своей маме. И Робинс так растроглся, что подошел к нему, сказал на тебя эти деньги, последний просто отдал за то, что ты вот так относишься к своей маме. И в этот же день ему позвонил старинный знакомый, который должен был, по-моему, полторы тысячи долларов примерно, и он ему отдал эти деньги. Понимаете? Вот оно раскрывается обратно пространство. Нам нужно поменять наши мысли, поменять наши вибрации. Это ключевое. Мы еще технологии распоряжения деньгами будем изучать все 10 сессий дальше, дальше, да? Но сначала нам нужно разбудить энергию, перейти в другие вибрации, чтобы из вас полностью ушел стресс, и чтобы вы поняли, что все будет хорошо в вашей жизни, мало того, все будет замечательно, если вы того захотите. Понимаете, да? Пока вы не находитесь в состоянии прочувствованной такой благодарности за все, что у вас есть, больше не придет. Не придет просто. Поэтому включаем или придет, но с таким надрывом, что потом еще 20 раз будете рассчитываться за это все. А мы же хотим, чтобы все легко к нам приходило в счастье, в радости, в гармонии. Поэтому учимся каждое утро сделать практику благодарности. На протяжении всего марафона, на протяжении всей жизни запишите в ваш календарь с утра практика благодарности, практика благодарности, практика благодарности за то, что имею. За все, что раздражает, благодарю. За все, что не нравится, благодарю. За все в моей жизни, благодарю. За жизнь, благодарю. За родителей, благодарю. За детей, благодарю. За отсутствие работы, благодарю. Благодарю, потому что я смогу остановиться, посмотреть по сторонам. За кризисы благодарю, за все благодарю. Практика благодарности ежедневно сделайте это. Сегодня все, кто отстали, все, кто не сделали, пожалуйста, я хочу, наверное, результата даже больше, чем вы. Помогите себе и мне сделать ваш результат. Проделывайте абсолютно все задания, которые я вам говорю. И каждый день в чате телеграмма пишите, пишите. Слипаются глаза, еле доползаете, открыли этот глаз один и другой пишем. Пишем, что я испытывала, что чувствовала, какие результаты получила. Жду от вас обратной связи в чате телеграмма. Присоединитесь, пожалуйста, всем.